Добрый вечер! Будут работать все праздники. Им наше сочувствие и поддержка. Крепитесь, мы с вами. И еще, отправляясь на прогулку, не забывайте, что 1-9 мая часть центральных улиц будет традиционно перекрыта. Также особо актуальной сегодня является информация о том, какой будет погода в предстоящие длинные выходные. Узнать более детально можно на сайте udmpogoda.ru. А синоптик Алла Шумихина советует все свои планы с 1-2 мая перенести на конец этой недели. Воздух тогда прогреется по прогнозам до плюс 24. И еще одна интересная и полезная информация для жителей социальных сетей. Все выпуски программы Твидей, а также свежие видеоновости Ижевска теперь можно смотреть на Ютубе. Открывайте канал UDUM TV 24, подписывайтесь на обновления и смело делитесь интересующим вас видео на всех социальных площадках. Там же можно и оставить свои комментарии. Заходите на Ютуб и откройте для себя мир новостей. Мы снова предлагаем вам стать нашими авторами. Пишите нам на ИЖ24 или ставьте хэштег Твидей Ижевск Удмуртия. К актуальным темам дня. Сегодня в топе твиттера хэштег Волочковой. В столичном районе Леонозова трое неизвестных ворвались в частный дом балерины Анастасии Волочковой, избили прислугу и похитили два сейфа. Эта новость вызвала бурное обсуждение во всей блогосфере. Персона балерины в сети давно уже стала своеобразным мемом, поэтому тональность твитов не удивляет. Сама Анастасия Волочкова уже высказалась в сети, удивляясь количеству злобы в людях и прося журналистов не тревожить ее в ближайшее время. И в ретвете дня ролик это на Скарбэйби. Фанаты автогонок пытались заснять проезд болидов, несущихся на скорости 320 км в час, подойдя вплотную к сетке ограждения. С вами была Анна Сабу и Жеск Твидей. И помните, что 140 символов могут стать новостью дня. Читайте Твиттер. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok